На отчётно выбранной конференции первое слово было за главой Брестской области Юрием Шулейко, который отметил особый вклад представителей ветеранских организаций в социально-политическое развитие белорусского общества. Уже не будет таких людей с таким богатейшим опытом, которые видели войну, которые видели разруху, которые восстанавливали после войны наше государство, которые потом ставили наши социалистические подвиги, которые добывали сегодня луду, мы сеяли зерно, выращивали большие урожаи, которых мы порой даже сегодня не можем достичь. Получали самые высокие привесы, получали хорошие экономические результаты той промышленности Советского Союза, нашей Белоруссии, СССР. Вы помните все этапы времени. Это время одно из самых тяжёлых, но именно при вас всё шло наверх. Задачи по дальнейшему усилению социальной защиты ветеранов, улучшению материального положения, жилищных условий, медицинского и других видов обслуживания – темы, которые обсуждали участники отчётно-выборной конференции Брестской областной организации Белорусского общественного объединения ветеранов. Для поддержки пожилых людей на местах делается немало, но всё же ещё есть куда стремиться. Большое внимание уделяем адресной социальной помощи. Именно адресной. Потому что есть люди разные. Есть инвалиды первой группы. У нас в городе одиноких 1750 человек. Одинокопроживающих 7 тысяч с половиной человек. То есть получается 9,5 тысяч у нас одиноких, одинокопроживающих. Мы на них упор делаем. Ну, соответственно, инвалидов первой, второй группы. Эту работу мы вместе проводим с комитетом социальной защиты. Именно с ними в тесном контакте с управлением социальной защиты. Дальше территориальным центром социального обслуживания населения. Именно с ними мы проводим работу с ветеранами. Я должен сказать, практически в этой области у нас проблем нет. Сегодня областная ветеранская организация – это 1035 привычных организаций, из которых 18 районных и 3 городских. Основной акцент члены объединения делают, конечно же, на представителей старшего поколения. Им помогают, о них не забывают и оказывают поддержку. Но на конференции не могли обойти стороной тему взаимодействия с молодежью, а именно активизацию участия ветерана в воспитании молодого поколения. Развитие патриотизма остается одной из приоритетных задач. К воспитательной работе активно привлекаем такую категорию людей, которая называется «дети войны» и сыновей, участников войны. Вот. Значит, еще нам в этом деле существенную помощь оказывает наша ветеранская газета, орган, печатный орган Барановской районной ветеранской организации, который так и называется «Голос ветерана». Вот на страницах этой газеты выступают и названные категории людей – и дети войны, и сыновья ветеранов войны. В ходе мероприятия у участников конференции было возможно задать волнующие их вопросы председателю Брестского облсполкома. Говорили о необходимости финансирования ремонтных работ на захоронениях и ухода за могилами воинов, у которых не осталось родственников, вакцинации населения от коронавирусной инфекции и многом другом. Ведь для того, чтобы выстроить продуктивные планы на будущее, необходимо решить все насущные вопросы. Впереди большая работа в связи с реорганизацией и в том числе задачи, которые ставит республиканская ветеранская организация. Она требует осмысления и дальнейшей работы. Во время отчетно-выборной конференции были подведены итоги деятельности Брестской областной организации ветеранов за пять лет. Активным представителям объединения были вручены грамоты и благодарственные письма от Брестского облсполкома и областного совета ветеранов. Продолжение следует...